Новый промышленник из Орла на всю Россию. Так называется первый межрегиональный форум, который открыл свои двери для новых лидеров отечественных заводов и фабрик. Какие цели и задачи преследуют организаторы, это мы узнаем прямо сейчас с нами на прямой связи заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов, эксперт совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Сергей Кутенев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Если знакомиться с материалами форума, которые находятся в открытых источниках, то мы увидим, что одной из главных задач стал рост межрегионального сотрудничества и кооперации. Как этого можно добиться и чем может помочь такая региональная Орловская площадка? Нужно понимать, что любое взаимодействие в рамках форумов, в рамках выставок различного рода в любом случае приводит к росту каких-то дополнительных связей. Все мы работаем над тем, чтобы у нас развивалось кластерное взаимодействие, взаимодействие между различными промышленными предприятиями, учебными предприятиями, всем во всех рамках бизнеса и в рамках кадрового потенциала, развития человеческого потенциала. И работая об этом, в любом случае в рамках форума мы получаем дополнительные результаты. Наш форум, я уверен, что даст дополнительные плоды, которые приведут к увеличению кластерного взаимодействия между промышленными предприятиями и учебными предприятиями. Еще одна цель форума – это формирование потребительского патриотизма. Почему так важно сейчас это направление и что думают российские промышленники по этому поводу? Потребительский патриотизм, он может возникнуть в двух случаях. Либо же, когда ты создаешь лучший товар, либо этот товар удовлетворяет соотношению цена-качество. На сегодняшний день мы все работаем над тем, чтобы наши продукты, которые мы выпускаем, они были мирового класса, чтобы не возникало людей желания покупать какие-то другие продукты, которые выпускаются другими компаниями. И тем самым мы создаем тот самый потребительский патриотизм. То, что люди выбирают наше изначально орловское качество, российское качество. И не только здесь, в нашей стране, но и мы говорим о том, чтобы люди видели Madden Russia и покупали наш продукт, российский продукт, зная, что он всегда лучшего качества. При этом очень хорошей ценой. Отдельные направления на форуме – это промышленный туризм и дизайн. Расскажите, почему так важно развивать эти сферы? Промышленный туризм позволяет нам увеличить кадровый потенциал, потому что мы знаем, что, к сожалению, на сегодняшний день многие производственные предприятия испытывают кадровый голод. И промышленный туризм является одним из направлений создания все-таки позиционирования с точки зрения того, чтобы люди участь, молодые люди участь, они привлекались к работе потом в промышленности. И таким образом мы увеличиваем свой кадровый потенциал, развиваем экономику нашей страны. Ну, как раз вот вы упомянули о том, что Россия испытывает некий кадровый голод в экономике. И на форуме обсуждается в том числе кадровое обеспечение промышленности России, повышение престижа инженерной профессии среди молодых людей. Много ли, по-вашему, уже сделано? И над чем сейчас необходимо думать для такого серьезного глобального решения этой задачи? И как промышленники видят ее решение? Я не скажу, что мы находимся в начале пути. Уже определенные этапы пройдены, уже много что сделано. Но, однако же, я скажу, что сделано очень мало, и нам предстоит сделать большие шаги вперед для того, чтобы люди хотели карьерно вырастать именно на промышленных предприятиях. С тем, чтобы мы могли именно развивать свою промышленность. И люди видели и знали, что, работая на любом промышленном предприятии, они будут соответствовать не только социальным определенным нормам, но и материальным нормам современной действительности. Развитие новых технологий и программ импортозамещения тоже в фокусе внимания участников форума. Ранее была информация, что почти 80% нашей промышленности уже работает на отечественном программном обеспечении. Подтверждаете ли вы, что мы успешно двигаемся к технологическому суверенитету? Я уверен в том, что многие предприятия уже перешли максимально на отечественное программное обеспечение. Это связано с тем, что не только мы хотели это сделать, но и нас санкции принудили, потому что программное обеспечение во многом пришлось дорабатывать, либо создавать заново, делать таким, чтобы оно было удобно, наше отечественное. Но на сегодня мы уже прошли большие этапы становления, и многие уже пользуются и офисом российского производства, и прикладными программами, и САПом, и СКАДА, и многими другими продуктами российских IT-предприятий. Я думаю, что с этим у нас будет большое поле деятельности, где мы можем дальше развиваться и становиться лучшими в мире. Ну и в Рабкоформа также состоится межрегиональная биржа деловых контактов для производственных предприятий страны. Расскажите, в чем ее суть? Суть биржи контактов в том, чтобы производственные предприятия, опять же, налаживали свое кластерное взаимодействие, чтобы мы более близко находили те контакты, которые нам позволяют развивать и строить новые производства. Таким образом, кластерное взаимодействие между бизнес-подразделениями различными позволяется укропнить, улучшить и обеспечить лучшую логистику экономики в нашей стране. Я думаю, что биржа контактов – это уже не первый опыт, который мы прорабатываем. Он приносит свои замечательные результаты, он в дальнейшем будет приносить еще больше результата с тем, что будет происходить коллаборация бизнеса. Спасибо, Сергей Николаевич. О форуме новых промышленников, который стартовал в Орле, нам рассказал заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергей Кутенев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова